Уже как минимум три скандальных факта, связанных с Департаментом лекарственного обеспечения, всплыли лишь за последнюю неделю. Наблюдательный совет при Минздраве обнародовал данные о том, что на каргастанцах больных тяжелой формой туберкулеза, можно сказать, ставили опыты. На них проводили несанкционированные клинические испытания препарата ФС-1, не имеющего одобрения Всемирной организации здравоохранения, который не включен в национальный клинический протокол. Кроме того, Департамент обвинили в закупке чрезмерно большого количества еще одного лекарства под названием «Циклосерин», купленный на средства Глобального фонда для борьбы с туберкулезом, еще на 2015 год. Однако, не успев освоить всю имеющуюся лекарственную массу, срок его годности истек, и теперь медикаменты на сумму около 300 тысяч долларов подлежат утилизации. А на основании третьего факта Генпрокуратура и вовсе возбудила уголовное дело. Установлено, что должностные лица вышеуказанного департамента незаконно выдали одно из ОСО, официальные справки за период с 2013 по 2015 года о том, что везенные ими лекарства относятся к определенной категории лекарственных средств, подлежащих освобождению от уплаты таможенных платежей и НДС. В результате чего должностные лица таможни МОНАСС выпустили товар без взимания соответствующих платежей в бюджет. Сумма материального ущерба за счет недополученных налогов более 2 миллионов сомов. Однако департамент с обвинениями в свой адрес не согласен. По словам Джанол Джусуповой, выдавать справки с подобным содержанием не в их компетенции. Кроме того, каждый товар имеет свой классификационный код в соответствии с товарной номенклатурой, что и определяет, по какой таможенной пошлине он ввозится в страну. И этим ведает исключительно таможенная служба. То, что вот здесь выставляют, это прерогатива НДС, облагать, не облагать, под каким кодом, это не наша задача, это таможенная служба, государственная таможенная служба. Мы государственной таможенной службе выдаем справку о том, что да, вот эта компания ввозит вот этот препарат, значит, если мы выдали справку, значит, он зарегистрирован сейчас, и он может применяться в медицинской практике, значит, эта компания может ввести вот эту партию, вот эту серию. Сказать сегодня что-то больше в департаменте не могут, так как главный надзорный орган еще официально к ним не обращался. И о каком именно препарате идет речь, там не имеют понятия. В генпрокуратуре ни названия компании, ни наименования препарата на период следствия называть отказываются. Однако, согласно некоторым предположениям, этот препарат из категории биологически активных добавок. А по 31-му постановлению правительства от 2013 года ряд медикаментов, куда включили и БАДы, вошли в перечень лекарственных товаров, облагаемых налогами. У нас как-то сложилось, что многие медучреждения, вот такая вертикально очень закрытая структура. Там они сами и регистрируют, и проверяют, и допускают, и все-все делают, и других экспертов как бы нету. Поэтому наше предложение было в том, чтобы разделить регистрационные функции с функциями надзора за лекарственным рынком. В этом случае тогда бы, ну, уже позволило бы, может быть, немножко с опаской какие-то действия, может быть, противозаконные делать. Принятие закона о лекарственных средствах, где как раз очень четко прописаны все упомянутые экспертом процедуры, очевидно, намеренно тормозится, говорит Султан Газиев. Судя по всему, кому-то выгодно, чтобы на фармрынке все так же оставалась существующая неразбериха. Елена Яковлева, Аскад Косымбеков, НДС.